Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Ивлева и правополушарное рисование. Сегодня мы нарисуем с вами самые красивые деревья России. Это березы. Давайте начнем. Как всегда, мы грунтуем лист белой гуашью и поставим совсем немного точек желтого цвета. С помощью белой гуашки растираем наш фон. На палитре смешиваем белый цвет и красный. Получаем довольно такой легкий розовый оттенок. Этим цветом мы с вами нарисуем березы на дальнем плане. Подмешивая синий цвет, мы получаем такой холодный фиолетовый оттеночек. И покажем теневые участки на стволах деревьев. Возьмем желтый цвет и плоскую кисточку. Распушим ее и будем показывать листву вдалеке. Просто притекивая кисть при примакивании к листу. Ставьте хаотично, где посчитаете нужным. Но обязательно оставляйте просветы. Возьмем кисть побольше плоскую и нижнюю часть мы опять же хаотичными мазками просто с вами закрашиваем. Добавим охры. Сделаем такие плавные переходы от цвета к тени. Добавим коричневого цвета. Темнее у нас будет снизу, в нижней части листа. Можно добавить немножко красных оттенков. И более плотный цвет сделаем снизу листа. Добавляем еще коричневых оттенков. Снова намешиваем розовый цвет. Белый смешиваем с красным. И прорисуем стволы деревьев на среднем плане. Продолжение следует... Теперь также к розовым подмешиваем синий. Получаем такой довольно-таки холодный сероватый цвет. И показываем также теневые участки на стволах деревьев в среднем плане. Добавляя белый, и будем показывать цвет. Теперь возьмем снова плоскую кисть распушенную. и добавляем уже на средний план более темных охристых оттенков для листвы. Используем тонкую кисть. Черную краску смешиваем с синим цветом. И теперь будем подрисовывать веточки и показывать такую характерную бересту наших берез. Черные точки веточки и черные точки на березах. Если цвет вам кажется слишком черный, добавьте немножко белил к черному и приглушите слишком черные оттенки. Снова к нашей палитре подмешиваем красный цвет. Получается довольно-таки серый оттенок, потому что у нас там есть синие цвета, красный цвет. Добавляем белил, синие оттеночки. И получается довольно-таки серый цвет, холодный. И этим цветом мы сейчас покажем уже березы на переднем плане. Они у нас будут уже большие. Субтитры сделал DimaTorzok Снова тонкой кисточкой и черным цветом, смешанным вместе с темно-синим цветом, мы показываем теневые участки, подчеркиваем тень на березках среднего плана. И с помощью белил с другой стороны показываем свет, также этой тонкой кисточкой. То есть у нас получается с одной стороны тень, мы используем темные цвета, с другой стороны свет, используем светлые оттенки. И также сейчас белые участки мы отметим на березках переднего плана. Кисточку постоянно меняю с тонкой на плоскую и используем разные размеры кисти, использую те, которыми вам удобно работать. На палитре подмешиваю к розовому синий цвет, получается фиолетовый. И практически сухой кистью показываю теневые участки на березах переднего плана. Бересту дерева прорисовываем. И снова тонкой кисточкой подчеркиваем светлые места, то есть показываем с одной стороны свет, а с другой тень. У нас свет падает с левой стороны, значит с левой стороны у нас будет свет. Справа у нас будет тень. Мы будем подчеркивать темным цветом. На деревьях переднего плана прорисуем веточки и будем показывать бересту. Черные отметины на березках. Используйте черный и синий цвет. Одним открытым черным не рисуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... также подрисуем веточки которые будут видны вдалеке и на переднем плане возьмем снова распушенную кисточку и зеленый цвет используя разные оттенки будем показывать листву которая близко к нам и покажем еще на переднем плане снизу листа тоже зелень добавляем сюда светлые темные оттеночки зеленые можно зеленый смешать желтым также подбавляем охру добавляем желтые оттенки снизу добавим желтенького и совсем каплю добавим белого и самое приятное это убираем бумажную ленту наша картина с вами готова я надеюсь что она вам понравилась и наши русские березки будут радовать вас долго и долго всего вам доброго и до новых встреч